Здравствуйте, в эфире программа Депутатский отчет. Меня зовут Владимир Сметалин, гость студии, депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин, Дмитрий Георгиевич, добрый день. Добрый день. В рамках этой программы мы поговорим об итогах работы депутата Никулина в 2015 году. Ну, понятное дело, что депутату городу Думы приходится сталкиваться со многими вопросами, и мы уже не раз в этой студии беседовали на эти темы. Вопросы ЖКХ, одно из первостепенных, да, место занимают в вашей работе. И, конечно, известно, что в прошлые годы по вашему избирательному округу номер 10 было несколько сот в год жалоб и обращений от жителей домов, жалоб на те или иные коммунальные проблемы. И вас конкретно просили помочь и разобраться в этих вопросах. Я знаю, что в этом году вы немножко переориентировали свою работу и сделали ставку на информирование населения по поводу того, что многие вещи в ЖКХ можно решить самим. Без перевлечения должностных лиц, депутатов и так далее. Это верно? Вот поподробнее об этих итогах. Да, это верно. На сегодня замеряли статистику по обращениям. То есть мы поменяли маленький формат работы с населением. То есть бегать, устранять каждый день по несколько десятков обращений. Но это просто нереально и не все получалось. Это банально. Трубу прорвало, да, например? Да много всего там. Замениться предидателям. Более того, что, честно говоря, как вот раньше издевательские звонили с района области губернатора, просили там заменить лампочку в подъезде, в общем-то, вплоть до такого. По поводу прямой линии. Да, ну это, в общем-то, доходит уже до смешного. Поэтому здесь вот мы с командой единомышленников и помощников из нашего центра местной активности решили переориентироваться в работе и выбрали некий такой нестандартный, может быть, подход. Но он достаточно известный. То есть мы просто начали проводить любезы школы по обучению старших домов, школы по обучению активных граждан именно нашего округа. То есть было определено место, куда в определенный день, в определенное время собираются какие-то... Да, у нас есть центр местной активности, который постоянно работает уже на протяжении вот трех лет с момента выбора в 12-м году. Где, кстати, он находится? Можно подсказать, может быть, кто-то не знает. Он находится в библиотеке Любовенково, по улице Монтажников, там еще почта рядом. Ну, в общем-то, жители, кто активно, они все знают и очень часто к нам приходят, обращаются. Мы проводим для них тематические, ну, различные семинары. То есть сейчас вот у нас на декабрь запланирован семинар по венскому аварийному жилью. Пока просто занят у нас человек, который будет, так сказать, слово держать. И проводить. И главным выступающим. Да, и главным выступающим модератором будет на этом семинаре несколько, пока у нас не совпадают даты. Поэтому мы в любом случае его проведем. Тут ничего страшного не будет. Если мы в декабре не успеем, мы его проведем в январе. Но в любом случае данный семинар будет, люди, потому что накопилось очень много вопросов, и люди хотят получить на них ответы. Поэтому я думаю, что ничего более действенного, чем разговор с человеком, который отвечает за данное направление деятельности. Вот отписки, письма, это все, в общем-то, только оттягивает агонию. И еще больше порождает негатив вообще и в населении, и конкретно в каждом доме, в каждой квартире, у каждого человека. А когда вы идете до сведения, Киракчан, что вот в определенное время состоится там, приходите. У нас есть те, кто обращаются, они обычно обратную связь оставляют, мы их обзваниваем. А те, кто приходит активно старшие домов, они уже работают непосредственно, каждый по своему дому. То есть мы старшему по дому звоним. Вот почему и очень важно, как мы уже первый год работаем, по направлению создания территориальных общественных самоуправлений, так называемых ТОС. То есть ТОС это как раз-таки такая консистенция активных граждан, активных горожан, которые именно занимаются своими проблемами, но с привлечением, вот если где-то тупиковые какие-то задачи есть, привлечением именно депутатов, за которого они голосовали. И там, где нужно, мы им разъясняем юридически, поясняем, в общем-то, ну и помогаем сами, не отстраняемся. То есть пояснить и объяснить это одно, а на личном примере показать и помочь какую-то задачу решить. Статистика обращения, ведь она продолжает вестись, да? Там картина тоже изменилась? Сусть характер этих изменений. Вот с момента проведения учебных занятий, так скажем, да, вот этих неких львбезов по вопросам ЖКХ, у нас сократилась статистика обращений порядка в два раза. Где-то в два, два с половиной раза сократились обращения, потому что люди получают... Именно по вопросам ЖКХ. Да, люди получают компетентный ответ, и от компетентных людей, там, мы привлекаем членов общественной палаты, прокуратуру, привлекаем специалистов администрации в сфере ЖКХ. И, в общем-то, ну, достаточно такие уважаемые люди, которые непосредственно только этим и занимаются, и которые именно качественно могут людям рассказать, как ту или иную задачу вообще просто понимать, и куда нужно стучаться, и как ее нужно решать. Ну, а что сейчас фигурирует в просьбах жителей Кирова, раз как-то уже тема ЖКХ немножко... Тема ЖКХ, ну, если у нас... Подугасла в смысле в том, что многие люди уже... Ну, у нас сейчас отопительный сезон, слава Богу, запустился отопительный сезон, но еще есть некоторые моменты, где вот температура на теплоносителе не того качества и так далее. Соответственно, прохладно. Ну, конечно, если вот по нормативу должна быть температура там 25 градусов, 26 градусов в доме, ну, надо, наверное, эту температуру как-то выдерживать. А если она там 21-22, понятно, что люди замерзают, но платим. И в платежках-то мы смотрим, с нас берут как за 26-28, дома 21. Вот мы просто работаем, тоже помогаем людям, выезжает комиссия, делают замеры, делается перерасчет, хотя бы, чтобы в оплате за жилищно-коммунальные услуги, хотя бы, чтобы вот эта сумма была существенно меньше, раз мы не должного качества получаем услуги. Значит ли это, что активность кировчан в целом растет? Сто процентов. В том числе в десятом округе. Это приятно отметить, что и активность, участие самих горожан растет. Вот я по своему небольшому округу замечаю, что и людям становится интереснее, потому что люди из соседних домов, которые ранее не участвовали, видят, как преобразуются дворы рядом стоящих домов, придомовой территории, как благоустраиваются. Тут становится определенность незавидно. Тут уже совсем надо быть с новым полным, пофигистом, так скажем, чтобы уже вообще не замечать вокруг себя те преобразования, которые делаются. Ну и вообще вот жители, не знаю, может быть, я по другим округам не скажу, конечно, своя рубашка ближе к телу, но вот жители именно микрорайона Парка Победы, вот по округу, по которому я избрался, ну, существенно, существенно. В общем, где-то в лидеры можно отнести, да, такого? Ну, да. Если это повышение активности. Не помпезанно говорить, да. Но при всем при этом нет предела совершенства, что называется. Ну, нет предела, конечно, всей работы не переделать. До нас ее работали, мы работаем, после нас будут работать, но я думаю, что с Божьей помощью и с горячим сердцем, в общем-то, ну, и при активном участии горожан у нас все вместе получится. В выходящем 2015 году состоялась масса мероприятий, организованных вами, проведенных вами. Давайте вот сейчас попробуем вспомнить какие-то основные, запомнившиеся и получившие такой широкий резонанс и оставившие по себе положительные впечатления. На самом деле мероприятий было очень много, я могу просто вот пробежаться. Акция «Разгребем», участие в акции «Антиспайс» не будет равнодушен. Ну, все-таки социально значимые темы затрагиваете. Ну, самое главное, в общем-то, в любой акции, самое главное, привлечь как можно больше горожан в решение той или иной задачи. То есть проблемы я не люблю, слово «проблема», проблема от слова «пробка», то есть задачи. То есть есть задачи, есть задачи, есть решения, у любой задачи есть решение, только вы руки не опускайте. В общем-то, в любом случае, активность горожан, она приносит свои результаты. Это просто видно, очевидно. Вот по-другому, трудно скрыть и вот то, что сделано руками горожан. «Весенняя неделя добра», значит, «собери портфель», вот акцию мы участвовали. Ну, к первому сентября, видите? Первого сентября, да, там, ну, семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в общем-то, обратились. Ну, мы помогли собрать портфель и, там, в общем-то, дети в школу уже ушли. Да, дети ушли в школу, уже собранные полностью, в общем-то, не нуждались. А в процессе? Да, уже в процессе учебы снова обращаются за помощью, бывают такие ситуации? Ну, когда, вот, ну, сложности возникают? Да, бывают ситуации, бывают ситуации, там, например, там, да, просто банально, там, по питанию, будь то у ребёнок не питаться, начинаем разбираться, ну, оказывается, всё не так, всё по-другому, в общем-то, просто ребёнок, бывает, там, где-то родителям, там, не всю правду договорил. Где-то бывают какие-то ситуации действительно нестандартные, но это жизнь. Это жизнь, и всё гладкое никогда не было и не будет, наверное. Просто к идеалу всегда надо стремиться, и надо стараться делать лучше, чище, ярче. Давайте ещё по мероприятиям, которые значение имеют, на Ваш взгляд, не лучше. Очень, очень большую работу мы ещё проводили, вот, как раз год 70-летия Великой Победы, большую работу проводили с ветеранами, выезжали, выезжали на встречу с ветеранами, ездили по квартирам, там, вот, поздравляли, и до сих пор, до конца года, вот, сейчас мы эту работу проводим, вручаем людям, которые отмечают юбилей 90 лет, 95, 100-летний юбилей, даже, есть несколько лет ветеранов. Мы с территориальным управлением Патриарховского района, со специалистами, бывает, даже, когда есть время, и глава территориуправления, Андрей Васильевич, ездит, вручаем тёплый плед, торт, цветы, и поздравления президента персонально, каждому президенту нашей. Но это непосредственно к юбилею Победы, да? Это в течение всего года, это к юбилею именно ветеранам, принимавшим участие, ликовавшим победу в тылу, или принимавшим участие непосредственно в боевых действиях. То есть, к президенту очень трепетно относится, потому что у него, если вы помните, и папа воевал, в общем-то, и... Кстати, с какими эмоциями заходите в квартиры ветеранов и тоже военных человек? Ну, тут равнодушно-то просто так вот, без эмоций невозможно, потому что люди, которые ещё, дай Бог им здоровья, ещё держатся и ходят на ногах, имеют возможность передвигаться как-то там поспокойнее, когда вот люди уже прикованы к кровати, ввиду больших, уже обширных болячек, проблем создающихся, но ещё держатся, вот, лежит, видно по человеку, что лежит, ну вот, когда заходишь в форму, заходи на 9 мая, говорю, там, вот, поздравляю вас, там, прикладываешь руку к головному убору, как это по-военному, и вот дедушка просто на Сормовском, вот на улице, я как сейчас помню, он прям в кровати вот приложил руку, у него потекла слеза, и вот он вспомнил свои, может быть, молодые годы, я не знаю, о чём он там думал, что там в голове, может, ну, однозначно были очень такие тёплые встречи, и я уверен, что вот такие встречи, уважение, отдание долга, уважение памяти к нашим ветеранам, которые нам защитили мир от коричневой чумы, вот, я думаю, что мы жизнь продляем, пусть на час, на день, на месяц, но в любом случае это позитивные эмоции, это очень, и неважно вот в тех подарках, которые мы, в общем-то, носим ветеранам, важно именно вот отношения, отношения, поговорить, подержаться за руку, там, спросить, вот он рассказывал свои славные победы, выслушать человека, там, спросить, поделиться, как сейчас, интересно. Если обратиться к другой, что называется, возрастной категории, дети подрастающих поколений, Да, очень много работы проводится. Участниками каких мероприятий? С детьми, конкретно вот на базе Дюцца Кляшского района, очень много мероприятий проводим, там молодцы педагоги, потому что постоянно, постоянно проявляют какие-то креативные идеи, в общем-то, и делают какие-то мероприятия, и в летних лагерях, в которых имеют возможность, там, и находиться дети, ну, так скажем, не совсем... Из неблагополучных семей? Ну, из не совсем, да, не совсем благополучных семей, такие тяжелые подростки, поэтому таким ребятам очень необходимо, именно вот в этом возрасте, там, от 10 до 15 лет, именно показать своим примером, как вот, рассказать, как я достигал, там, То есть нужен каких-то наставник? Результатов нужен, обязательно нужен, потому что, ну, вот, и даже в момент вот этих лагерных сборов, мы даже уже видели, что вот есть постаршие ребят, которые, например, уже серьезно курят, просто надо проговаривать, с ними надо проговорить, где-то штангу с ними пожмем, вот был чемпионат по жиму штанги, то есть наша команда, вот, наши, это... Ну, мои друзья, помощники, команда ветеранов, то есть мы тоже показали, они так, вначале ребята, которые всерьез занимаются штангой, такие, с усмешкой, ну, вроде, покажите, что вы можете, там, такие уже не совсем свежие, там, сроколькие мужики, ну, мы легли, когда штанга 100 килограмм поднималась, там, 3-4-5 раз, усмешки смолкали, ребята так достойно... Сколько лично вы взяли на грудь? Ну, пять раз? Пять раз по цепи? Пять раз, да, 100 килограмм, как бы, штангу, ну, я раньше занимался, сейчас уже, просто времени не так много, ну, думаю, что после Нового года обязательно снова начнем заниматься, и пойду в зал, вот, буквально вчера встречались с молодыми толковыми ребятами, они мне составили программу, там, надо заниматься. Также привозили еще, вот, нестандартно, то есть нельзя тоже однобоко, вот, они молодежь, они не совсем, так сказать, узкоформатно, не совсем однополярно мыслят, то есть им надо как-то, вот, чтобы привить и дать, дать вот им посыл именно двигаться в каком-то направлении, нужно со всех сторон проблематику проговорить и показать, то есть не только через спорт, мы приглашали еще технические виды спорта, так скажем, у нас вот есть байкеры, клуб Хокс, ребят приглашали, приезжали на несколько мотоциклов, дети имели возможность, там, посидеть на мотоциклах, погазовать, ну, до любого мальчишки прокатиться, интересно, в глазах, видно, в глазах вспыхивает интерес, просто вот вспыхивает, у ребят просто подержаться за эту машину, это очень серьезно, интересно, я считаю, что просто разницы нет, правильно это делаем, неправильно делаем, надо просто делать, вот есть вот в голове какой-то проект зародился, мы с друзьями, с коллегами, с помощниками обсуждаем, садимся, обсуждаем, со всех сторон обсасываем этот вопрос и говорим, ребят, все, делаем, и делаем его потом, а потом уже результаты смотрим, повлияло это как-то на умы наших подростков, не повлияло, это уже вопрос другой, может быть, это повлияет где-то и через год, через два, может быть, он... Разроченный эффект будет, да. В любом случае, не было равнодушных детей, однозначно, глаза горят, это видно, интерес есть, у мальчиков есть, даже у девчонок появлялся интерес к мотоциклам, и такой он... Я в какой-то момент даже посмотрел, что у девчонок больше интереса, чем... Наверняка ради мальчиков. Чем он познакомился. Ну, может быть... Чтобы познакомиться и поближе. Да, интересно вообще работать, потому что всегда вот взрослые, более взрослые люди всегда говорили, и нам, когда мы были молодыми, что вот, вы сейчас живете неправильно, у нас все было по-другому. Ну, я, конечно, не думаю, что я буду таким же и поучать как-то вот молодого поколения, но смотришь, все равно маленько, да, чувствуется пробел возрастной и чувствуется маленько, ну, с приходом всех вот компьютеризаций, там, гаджетов и... Безусловно. И других моментов, да. Люди уже уходят от прямого общения, что мы раньше... Мы где-то раньше в войнушку играли во дворах, там, какие-то автоматики колотили себе. Ну, у нас тактильный контакт, он у нас был всегда. Мы всегда набегаемся до вечера, там, все в снегу, идем домой, там, сырущие, в грязи, там, получим дома. Ну, вот, в этом была какая-то своя изюмика, своя радость. А сейчас дети не выходят из компьютера. У нас остается не так много времени, да, для этой передачи. Вот по поводу, да, проведения времени в информационном, в электронном пространстве. Вы туда тоже идете как-то в целях устанавливаем связи с кировчанами. Ну, мы идем с одной задачей, потому что, вот, всех не охватить. Даже в моем маленьком 10-м округе более 20 тысяч наших кировчан проживают. То есть, ну, до каждого, чтобы дойти, с каждым пообщаться и каждому помочь, ну, наверное, 5 лет не хватит депутатского срока работы. Поэтому решили, вот, приняли решение создать сайт округ10.ru округ10.ru, да, где мы выкладываем все наши проекты, мысли, помыслы, советуемся с гражданами, проводим акции, показываем фотографии, на которых, вот, наши активные граждане, именно, вот, жители микрорайона Парка Победы и 10-го округа наши, вот, принимают участие непосредственно, ну, мы их каким-то образом и награждаем, и отмечаем. Ну, я вот как раз сайт сейчас, главная страница его передо мной, безусловно, есть форма для того, чтобы написать обращение, да? Есть обратная связь, мы каждое обращение рассматриваем очень внимательным образом и решаем, либо сами помогаем и решаем, ну, в зависимости от тяжести вопросы, и бывают неформальные, нестандартные, какие-то нетрадиционные обращения, но работаем со всем, поэтому это наша работа. Социальные сети, кстати. Социальные сети есть? Огромному количеству, да. Есть, фейсбол. У нас за граждан удобнее там и общаться, и получать информацию. Честно сказать, я не так часто туда стараюсь уходить, потому что, ну, некоторые вот отзывы там и некоторые вот переписки, которые внизу уже обсуждения, идут к какой-то проблематике, ну, не совсем корректно, и как будто люди неандертальские какие-то там, есть и нецензурная брань как-нибудь. Ну, не просим. Ну, свобода, вот она присутствует в определенном мире в социальных сетях. Близица празднования нового 2016 года в округе, мероприятие, приороченное именно к празднику, планируется? Я думаю, что стоит об этом сейчас сказать. Планируется. В преддверии, да. Также вот с коллегами запланировали акцию «Позови Деда Мороза». Ну, акция простая. Дед Мороз будет приходить в те семьи, которые вот у нас поучаствовали в конкурсе, заявились. Ну, ряд семей получат ценные подарки, призы. Не знаю, можно сейчас раскрывать, не можно. Ну, если среди наших слушателей есть потенциальные получатели, я предлагаю все-таки не раскрывать эту тайну, чтобы это был настоящим новогодним сюрпризом. Ну, в общем, первое триместре полноченое. А когда, кстати, какого числа? Ну, это все состоится в декабре. В декабре. Да. Обязательно до Нового года. Это все, чтобы было приятно и детишкам, и просто семьям нашим. Завершается передача на этом депутатский отчет. Гость в студии депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин. Ну, что ж, спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok